ПЕСНЯ 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 Музыкальный инструмент, который мы видим, знает не каждый. Его звук напоминает валымку. Корпус похож на деку скрипки, но звучание достигается с помощью трения деревянного колеса, а струны. История этого инструмента насчитывает не одну сотню лет. Этот инструмент называется колесная лира. Как и многие в нашей стране, колесная лира знала периоды расцвета и упадка. После революции пение под нее и изготовление самого инструмента было забыто. Но в начале 21 века интерес к этому архаичному и, казалось, утраченному музыкальному инструменту стал возрождаться. Буквально по крупицам приходится восстанавливать традицию пения под аккомпанемент колесной лирой. А процесс изготовления самого инструмента приходится постигать заново. Мы отправились в окрестность города Мышкин, в деревню Поводнево, где колесная лира для нашего героя изменила весь его жизненный уклад. Знакомьтесь, мастер по изготовлению музыкальных инструментов Василий Евхимович. Отец у меня, получается, из Белоруссии, из Могилева. Поэтому в паспорте, в советском, я был белорусом. Вот. Даже жалею, что сейчас нет такой графы. Мама у меня родилась в Перми. Получается, что у меня половина белорусов. Единственный, кто у нас чисто русский, это бабушка по маминой линии. Она из Рязанской области, там из сельского района откуда-то. Вот. А дед, он, получается, наполовину русский, наполовину украинец, а родился он вообще в городе Баку. Вот. А я закончил тоже институт спустя там 20 с чем-то лет уже по специальности инженер-конструктор, авиаконструктор. Вот. Первый факультет. Потом я пошел уже на чистый авиационный завод. Но там как работа была, в общем-то, по специальности, но не очень интересная. Потому что проектировали оснастку для изготовления самолета. И, то есть, там как раз-таки стал я ковыряться в компьютере очень активно тогда. То есть, я мог в компьютере просидеть там 14 часов, вот, забывая про еду. Там вот я полез в эту трехмерную графику во всякую, ну, то есть, компьютерную графику, снова в трехмерную. Вот. Но я три года вот так вот поскитался, с интересными очень людьми работал, с очень хорошими архитекторами, с казанскими. В конце 90-х, создавая дизайнерские проекты в соавторстве с архитекторами, Василий понял, что его работы ничем не уступают столичному уровню. Тогда и появилось желание перебраться в Москву. Он создал свой сайт, разослал резюме. И одна московская фирма пригласила его на работу. Ну, правда, проработал я в ней всего два месяца, потому что я понял, что я вольная птица, что как бы мне там ни гарантированно была и зарплата, и спокойное существование, меня сразу Москва немножко насторожила своим ритмом. А потом, когда я стал там жить, я понял совсем другой менталитет у людей. Первое время, когда вот по нарастающей пошли там заказы, как-то маленько поднял я свои расценки. Ну, немножко так это разобрался в том, где тут какие материалы берут, как кто-то что строит, понял, что надо больше не трехмерную картинку рисовать, а смотреть, что действительно делают, потому что это две большие разницы. Вот, стало, конечно, интересней. Вот, ну, плюс к тому, что-то там любовь у меня тогда случилась. Жизнь изменилась абсолютно. В наше время у людей все чаще возникает интерес к традиционной народной культуре. Многим хочется делать что-то своими руками, подобно тому, как работали наши предки. Все чаще появляется желание петь и танцевать по-старинному, одеваться в народный костюм, вставать в хороводы. Звучание старинных музыкальных инструментов поражает слух современного человека, пробуждая воспоминания прошлого. Мы слышали это когда-то, и бередит оно душу, не дает спать спокойно, и уводит от суеты. Вообще я был очень, конечно, нервный, вот, в те времена, но это влияние вот такого огромного и шумного города. И я чувствовал, что-то нужно делать с собой, чего я не знал конкретно. И я понял, что я хочу, ну, где-то свою энергию физическую тратить. Я чувствовал, надо где-то, ну, поплясать. Думаю, а уж если поплясать, так лучше попеть. Думаю, а что я буду ходить на всякие эти бальные танцы, сальсы и прочее. Я думаю, надо, наверное, русские искать. Думаю, а где же вот русские-то эти танцы вообще, на что они похожи? Я же этого не знал. А мне хотелось до этого еще пошить рубаху. Так даже я очень оригинально одевался-то в Москве. Я еще подумал, ну, одену вот я русскую рубаху. Хорошо, оденусь, я вот действительно там как русский человек. Думаю, а сразу же ко мне появится вопрос. А спой? Думаю, а что я знаю? Только ой, мороз, мороз. Вот это, как наши научные фольклористы говорят, эта песня неправильная, потому что она авторская. То есть мне для того, чтобы совершить, так сказать, свой первый поход в фольклорную студию, ну, уже в качестве ученика, для меня это было решение такое, что, ну, примерно как под танк, наверное, с гранатой. И почему-то я очень стеснялся. Пошел туда, потихоньку начал петь, что-то стало быстро получаться. Ох ты, орел мой, Си закрылай, Ох да скажи правдочку, Где мой милай? Ох да скажи правдочку, Где мой милай? Чем больше я увлекался фольклором, тем меньше становилось у меня денег. Это стандартная история. Но это не говорит о том, что жизнь становилась хуже. Жизнь, наоборот, становилась все лучше и лучше. И сейчас вот моя жизнь, как я считаю, гораздо лучше, чем, скажем, там лет 6-7 назад, когда я получал 3-5 раз больше денег. Это с учетом того, что я просто пересчитываю, а еще инфляции сколько съел. То есть получал я гораздо больше, в разы. Вот. Но мне жилось тяжело. Кстати, я не знаю, куда делись эти деньги. За последнее время, несмотря на то, что у меня доход как-то стал меньше, я столько себе ерунды, той, которую хотел, приобретал, что я просто удивляюсь. То есть сейчас у меня как раз-таки какие-то накопления для себя в виде вещей стали гораздо больше. Вот. Трачу на жизнь я просто не в разы, наверное, десятки раз меньше, чем в Москве. Плюс к тому житие у компьютера с мышью, оно меня тоже стало очень сильно угнетать. Компьютер, он тоже разрушает мозг. А мне еще в Москве идея стал закрадываться. Думаю, а не рискнуть ли вообще вот пойти на такой отчаянный шаг и поехать куда-нибудь в деревню. И я стал понемножку к этому уже готовиться по-настоящему. И оказался Василий на окраине деревни Поводнево. В окрестностях города Мышкин. Здесь располагается город мастеров. У Василия своя мастерская по изготовлению колесных лир. Директор города мастеров Василий Теркин рассказал нам о своем большом хозяйстве. Мы находимся на даче мастеров-ремесленников города Мышкино, в котором стало тесно в маленьком городе. И они решили себе построить небольшую дачу в виде города мастеров. Уже больше шести лет, больше семи даже лет мы пытаемся освоить эту территорию, но за это время что-то уже успели сделать. В принципе, как бы здесь есть мастерские кузнечные, гончарные, столярные, со стеклом, свечки, бумага. Масса как бы разных других, а еще больше всяких планов, которые хотелось бы все-таки осуществить. Не хватает, наверное, самого главного времени. То есть время – это такая штука, которая слишком быстро убегает. Поэтому здесь есть там возможность, куда можно приехать, отдохнуть, показать своим детям, кто они есть на самом деле, что отец, значит, мужчина, значит, мать – это женщина, что они вот действительно могут добывать огонь и поддерживать этот очаг. И при этом могут заниматься разнообразным ремеслом. Так что хотите – приезжайте. Мы приглашаем всех. Прежде чем решиться приехать в глубокую провинцию, надо понимать, чем здесь заниматься и как обеспечивать свою жизнь. К приезду в деревню Василий Евхимович начал готовиться заранее. На одном из фестивалей его поразил необычный музыкальный инструмент – колесная лира, на котором ему понравилось играть. Захотелось иметь такой инструмент у себя, не купив его, а сделав своими руками. Разобраться в его конструкции Василию помог мастер музыкальных инструментов, педагог-музыкант Борис Ефремов. Но прежде чем сделать чертеж инструмента, Василий полгода собирал информацию. Ему захотелось почувствовать инструмент полностью. Потому, не создавая макет в 3D-графике, чертил вручную на миллиметровке. Форма инструмента получилась авторская. Каждая последующая модель усовершенствовалась. И при этом Василий постоянно занимался изучением истории этого удивительного инструмента. Играли бродячие музыканты в основном на колесной лире. То есть сначала этот инструмент был органиструм, это где-то там 10-13 век. И это были не бродячие музыканты. Это был церковный инструмент, на котором играли в католических храмах. То есть поэтому это Испания, Франция. Потом, я не знаю, по каким причинам изжил себя там этот инструмент. Может, его орган все-таки вытеснил. А колесная лире – инструмент вот такой, с которым, как я уже там показывал, можно довольно просто ходить и даже просто, как говорят, за плечо повесить и пройти. Вот на российских картинах я почему-то не видел ни одной женщины. Сейчас играют многие очень. Как мне кажется, имеет совершенно право на жизнь. Не меньше, чем мужское пение. А так я в основном видел только дядек на картинах. Это в основном были люди, которые исключительно этим жили. То есть они зарабатывали себе на хлеб таким образом. После революции это все исчезло практически напрочь. А в 30-е годы, говорят, физически даже расправились с остатками лирников. Потому что не очень удобные были персонажи, которые разносили ненужную информацию, пели героический эпос. Вот, к сожалению, вот на этом у нас связь времен для Лиры прервалась. То есть сейчас практически это с нуля происходит. То есть нет ни одного человека, который мог бы что-то передать по ней. Остались редкие записи украинских лирников, вот белорусских вроде есть, а я, говорит, по-русски вообще ничего не нашел. Но инструмент этот в плане загадок, это вообще, наверное, первенство может держать среди остальных инструментов. Инструмент очень непростой, капризный, сложный. Здесь просто очень сложное взаимодействие вот этого колеса, который трет со струны. Как вот сделать так, чтобы был устойчивый звук, яркий, звонкий, громкий, все вот это вместе, это на самом деле очень непросто. Но такой инструмент нам где-то вместе все-таки делать, потому что здесь требуются и перерывы между склеиванием, и даже не столько с перерывом между склеиванием, сколько вот именно спокойный образ работы должен быть. Ты не должен там в состоянии аффекта работать. То есть здесь нельзя овралить вообще. И это, кстати, самое сложное. За три с половиной года Василием было сделано 26 инструментов, различных по размеру и оформлению. Весит колесная лира около трех килограммов, держать ее в руках неудобно, поэтому инструмент вешается на шею с помощью ремня. Ну вот скорость вращения имеет значение вот конкретно в этой лиле, потому что здесь есть такое устройство иностранное, у нас оно называется как жужжащий мостик, его можно переводить, как-то трампит его еще называет. Ну, в общем, мы видим у всех народов разное название. То есть просто при резком вращении она жужжит. Ну, вот. Примерный темп вращения особо не быстрее и медленнее-то не надо. Медленнее, потому что будет такой красивый звук. Вот. То есть лиру невозможно там как закончить так тихо, всегда резко, и остановка все. Мы познакомились с музыкальным инструментом колесная лира, но как же изготовить такую сложную конструкцию вручную и заставить ее играть? Ну, материал сухой, это, как говорится, его или сушить надо, или искать, поэтому он какой-то такой драгоценный уже для тебя становится, поэтому, конечно, его бережешь. И, скажем, вот доска, которая вот снаружи вот такая вот, вот она была, вот доска вот с торца вот такая вот все страшно неровная. Я вижу, ровная, березовая, не гнилая. А то, что на ней вот такой налет, это знак качества. Значит, она долго лежит. Ну, теперь пойдем в мастерскую, покажу, чего и как я делаю. Ну, хотя бы расскажу, то есть, какими инструментами, чтобы было хоть понятно, что это за чудо-зверь такой. Вообще, лира – это, по сути, своя скрипка или виолончель, то есть смычковый инструмент. Правда, смычок здесь вот так вот интересно трансформировался в колесо. Взяли мы его и вот так вот загнули. И стал он бесконечным, соответственно. То есть, у него нет ручки, которая была на смычке, но ручка есть зато вот здесь вот. То есть, поэтому мы можем вот такие звуки издавать. Чисто звучит, прям радуюсь. Может, тиховато, но чисто. Самому нравится, вот поэтому хочется побольше. То есть, это вот у нас игровая струна. Вот, она, соответственно, у нас поджимается вот такими вот флажочками. Ну, вот и часы зазвонили. Клавиши, на которых находятся флажки, они выполняют роль ладов. То есть, например, если в гитаре мы прижимаем на струну к ладу, то здесь происходит обратный процесс. Мы лад прижимаем к струне. В этой лире, конкретно, четырехструнной лире, игровая струна только одна. Это вот она сейчас и звучит. Ну, все-таки открою ее. Это вот эта струна. А три бурдона, ну, бурдоны – это струны, которые звучат только на своей одной единственной частоте. То есть, на открытой струне они и звучат. Они сейчас вот поставлены на такие зацепы. То есть, они слегка приподняты колесом. Вот я их отпускаю. Имеет вот такой звук. И если мы сейчас будем играть, ну, пробовать играть, у нас ничего не происходит. То есть, вот я могу уже в такую тональность петь. О, это близко, до города, недалеко, ажи, а недалеко от Киева за двенадцатый верст. Там жили на заставе бухгатыри, карагулили, хранили, столь легкий ее выград. Потом впуститься. То есть, добиться вот как раз, чтобы все созвучие, благородно звучало, вот это самая большая сложность, наверное, есть для наших мастеров. Повторюсь, все-таки, европейцы, они, так как, видимо, не теряли эту традицию, они делают очень сложные инструменты, гораздо сложнее этого. То есть, там, иногда бывает больше десятка струн, из которых три или четыре игровых. То есть, если там две игровых, здесь уже будет два ряда вот таких флажков на каждые клавиши. Есть четыре, четыре ряда. То есть, там механизм довольно сложный. Сейчас вот немножко по материалам пробегусь. Вот эта лира, она такая, скажем, не из самых простых. Вот. Дальше такие детали довольно массивные, на самом деле. Они, с точки зрения обработки, чтобы они просто сами были полегче, они сделаны из сосны. Кстати, сосна имеет весьма красивый рисунок, а детали эти находятся в таких местах, где они, в общем-то, почти недоступны, ну, для каких-то грубых там механических воздействий. То есть, стукнуть вот этой частью довольно тяжело. Ты до нее не доберешься практически никак. Здесь самый, наверное, то основной материал это не то, что идет на клавиатуру или вот на эту коробку с колками. А верхняя дека, она делается из елки. И желательно, чтобы эта елка была резонансной. Но я всегда использую резонансную ель. Вот, например, у меня такие деки, которые мне еще достались от развалившейся фабрики музыкальных инструментов казанской. Вообще, я тут двумя способами делаю вот эти вот боковины, обечайки, не знаю, как их правильно называют. Например, вот это вот ограждение, ну, вот оно, ограждение здесь сверху используется, оно сделано из одинарного шпона где-то у меня стоит, да, вот такой вот. Он довольно толстый, где-то здесь 2,5 мм, то есть вполне хватает его прочности. А вот это вот ограждение, оно сделано из двойного, например, шпона, то есть он склеен. Это шпон вот такой вот толщины. по 1,5 мм каждый, то есть, ну, вот это слишком тонкий шпон. Ну, его гнуть проще, но с другой стороны его приходится переклеивать. Ну, с другой стороны, у него какое преимущество? Он форму лучше держит. Да, забыл еще сказать, что, конечно, мы так не загнем, если мы не распарим в кипятке, например, я просто в кипятке распарю, хотя, наверное, лучше это делать на пару. Прижимается струбцинами вот эта вся заготовка. Вот здесь вот специально сделана еще такая штука, которая тоже прижимается струбцинами, чтобы вот эту часть вогнутую изогнуть. Ну, а здесь струбцины, вот сколько они идут через каждую штуку практически. Теперь, что касаемо обработки лиры, ну, то есть, как она доводится до такого внешнего вида-то, я считаю, это вообще одним из очень важных моментов, на которые сейчас почему-то очень часто люди не обращают достаточного внимания, то есть, нужно красиво обработать, вот, например, вот это я покрыл морилкой, не шкурил ее потом, морилка поднимает ворс у дерева, то есть, вот эту часть я не шкурил до покрытия первым слоем, то есть, лака, а вот эту часть я пошкурил. Почему? Для того, чтобы резьба немножко тут, как говорится, выплывала наружу. Опять же, то есть, ну, морилкой покрыли, потом я покрываю лаком, и покрывается это несколько слоев, ну, конкретно вот здесь, вот, три-четыре слоя где-то, то есть, после первого слоя это шкурится, после второго слоя тоже немножко шкурится, третий слой он уже совсем гладкую поверхность дает. В своей работе Василий использует исключительно старинный ручной инструмент. Электролобзиком выпиливаются лишь большие заготовки. Мастерская оборудована множеством уникальных столярных инструментов разных размеров. Рубанков, фуганков, струбцин. Отдельного внимания заслуживает коллекция колевок. С помощью колевки вручную делались всевозможные филенчатые поверхности. В наши дни ее заменила электрофреза. Почему я работаю ручными инструментами? Отсутствие пыли практически, ну, пожалуй, маленькую пыль дает вот этот лобзик, я даже чихать иногда начинаю. От рубанка пыли нет, от него идет красивая стружка. То есть ты работаешь в тишине, у тебя нет пыли, ты лучше подбираешь дерево, потому что таким рубанком сложнее обработать дерево, чем электрическим. То есть ты более тщательно подходишь ко всему процессу. И еще есть такой момент, у тебя есть всегда временное размышление, то есть ты не спешишь. Но торопиться жить, это, как я для себя выяснил, не самое интересное. То есть как раз таки нужно регулярно заставлять себя натурально останавливаться и просто ощущать жизнь, ее течение, ее прелести. Вокруг очень много интересного. А ручной труд, он тебя практически не насильно, но он тебя подталкивает к этому. Ты не можешь сделать быстрее, чем оно происходит. В городе вырезанья, в городе вырезанья барабаны бегу. В городе Мышкин существует семейный фольклорно-этнографический коллектив «Широкий двор», в котором Василий принимает активное участие. Сегодня здесь шестеро взрослых и двенадцать детей. Эти люди любят и чтят русские традиции, занимаются воссозданием песенной и ремесленной культуры, сохраняя традиции бытования русского крестьянина. Дети с раннего возраста знакомятся с широким спектром ремесел. Родители прививают им любовь и уважение к русской культуре. И все это происходит через изучение своих культурных истоков. Вырываете, что ли, пока камера-то? Субтитры создавал DimaTorzok